Привет, друзья! С вами интернет-магазин Банда Обезьян. И в этом обзоре я покажу, как настраивать детские GPS-часы. Покажу их основные функции. Рассматривать настройку буду на модели HW11. И, в принципе, сделаю здесь ремарку, что практически 90% всех детских GPS-часов настраиваются по одному принципу. В 90% случаев имеют одни и те же функции. Поэтому, если у вас какая-то другая модель, скорее всего, это видео будет все равно для вас полезно. Для того, чтобы управлять часами, у вас должно быть предустановлено на телефоне бесплатное приложение C-Tracker. Если у вас iPhone, заходим в App Store. Если Android, Play Market, в поиске вбиваем C-Tracker. Есть две версии C-Tracker 1 и C-Tracker 2. Вы можете скачать оба и в процессе понять, какой интерфейс для вас более простой и интуитивно понятный. Открываем C-Tracker. Видим вот такое меню. У вас все поля будут пустые. Язык, скорее всего, будет английский. Меняется он здесь на русский. Нажимаем регистрацию. Вводим здесь почтовый ящик. Здесь пишем вот этот код. Можно маленькими буквами. И придумываем пароль. Ставим глазик, чтобы вы его видели и не ошиблись. Я вам сразу рекомендую почту и пароль где-то выписать отдельным листиком, чтобы их не потеряли. Регион Европа и Африка не меняем. Нажимаем регистрацию. Так как у меня часы зарегистрированы, меня дальше не пропускает. Я покажу вам немножко другим образом, как это выглядит. Вы увидите вот такое меню. Здесь вам нужно отсканировать бирку на часах. В данной модели у нас QR-код на отдельной бирке. Во многих моделях у вас код будет на задней крышке. Регистрационный код можно ввести либо вручную, либо отсканировать. Давайте я отсканирую. Здесь вы впишите ник, это название, имя владельца часов и выставите свой статус. Нажмете ОК, увидите надпись Успех. После чего вам нужно вернуться в исходное меню. Здесь вы впишите свой почтовый ящик, на который регистрировали, пароль, который придумали. И нажимаете Автологин, чтобы каждый раз, когда вы заходили в программу, вам не нужно было повторять это действие. Вы сразу при логине попадете в это меню. Далее переходим в основное меню настройки. И когда вы начнете заполнять первый пункт СОС номера, скорее всего вы столкнетесь с проблемой, что у вас будет вылетать надпись. Часы не подключены. Я снимал отдельное видео по решению этой проблемы. Я добавлю вам ссылку на это видео в описании к этому. Давайте представим, что проблему мы уже решили. Зашли в СОС номера. Интернет у нас есть. Функция СОС номера. Здесь мы можем вписать до трех номеров в формате без плюс 3, 8. Когда мы их сохраняем, кнопка включения-выключения на этих часах начинает работать как кнопка СОС. Как это действует? Когда вы зажимаете вот эту кнопку, часы без остановки начнут звонить на каждый из номеров, пока один из них не возьмет трубку. Вот если я собью звонок, они снова начнут звонить. Видите, заново идет вызов. Давайте я остановлю, но это работает так. Далее. Режим работы геолокации. То есть обновление местоположения ребенка. Нормальный режим каждые 10 минут. Режим экономии энергии каждый час. Режим слежения каждую минуту. Я рекомендую вам устанавливать галочку на каждый час, либо на 10 минут. Так как эта функция сильно садит батарею. И в общем-то для того, чтобы увеличить ее ресурс работы, лучше выбирать именно те пункты, которые я назвал. Далее обратный звонок. Это функция прослушки, которая для многих из вас так интересна. Работает следующим образом. Вы вписываете номер телефон, на который хотите, чтобы часы перезвонили. И отправляете запрос. Сейчас часы сделают вызов. При этом на их экране ничего происходить не будет. И ребенок об этом не узнает. Вот смотрите, идет звонок на дисплее часов. Ничего не происходит. Борь, возьми, пожалуйста, часы. Я отвечаю на вызов. Борис сейчас что-то поговорит. Спасибо, Борь. Таким образом работает функция. Далее у нас есть меню «Не беспокоить». Здесь вы можете устанавливать временные промежутки, в которые на часы никто не сможет дозвониться. Ремарка, кроме тех номеров, которые записаны вот здесь в телефонной книге. Далее. СМС-уведомление. Низкий заряд. Сигнал SOS. Здесь вписываете свой номер. И вы будете получать программные уведомления о том, что в часах низкий заряд. Ребенок пытался вам дозвониться через кнопку SOS. И на часах с датчиком снятия с руки. В данной модели его нет. Будет еще пункт «Датчик снятия с руки». То есть ребенок, например, снял часы с руки. Телефонная книга. Здесь мы вписываем до 10 номеров, которые в часах будут отображаться вот здесь в контактах. Видите? Папа. И вот папа синхронно отображается на часах. Далее. Недавно появилась интересная функция настройка переключателя. В часах есть набор номера вручную. Смотрите, когда мы убираем отсюда галочку, нажимаем «Сохранить». Эта функция становится недоступной. Давайте вернем ее обратно. Часовой пояс. То есть время выставляется вот здесь. Нужно поставить галочку на пункт «East GMT-2». После этого нажимаете «Ок» и время синхронизируется и будет правильным. Также у вас может возникнуть вопрос, если вот эта кнопка включения-выключения перестала иметь эту функцию, работает как SOS. Как же тогда выключить часы? Выключить их можно через настройки «Удаленное выключение». Нажимаем «Ок» и сейчас часы удаленно будут выключены с вашего телефона. Давайте их снова запустим. Переходим в основное меню программы. Здесь вы можете видеть, где ребенок. Это одна из основных функций отслеживания. Отслеживание происходит нажатием на вот эту иконку зеленую. Сразу говорю, что в комнате, в которой я снимаю видео, очень плохая связь. И в принципе, будьте готовы, что во многих зданиях GPS плохо пробивает. Поэтому либо ответ будет долго приходить, либо будет какая-то погрешность. Лучше всего отслеживание GPS работает именно на улице. Можете видеть, что идет длительная отправка. И показывает, что вообще часы не подключены. Команда прошла. То есть здесь плохая связь. Также при нажатии на вот эту иконку можно видеть, где находится телефон. Конкретно вот этот. Можно менять вид карты. Поставить ее вот в таком реальном времени. Здесь же есть функция устройства. Если у вас двое или более детей. Двое или трое часов. И вы хотите их добавить все в одну программу. Делается это следующим образом. Вы заходите в профиль. Список устройств. Добавить устройство. Сканируете новые часы. Регистрируете. После чего переключение между часами происходит как раз в пункте, где ребенок, устройство. У вас будут отображаться здесь все устройства. Далее. В часах есть голосовые сообщения. Вы можете отправлять как голосовые, так и текстовые сообщения. Меняется это вот этой иконкой. Например, напишу вот привет. И отправлю. Или могу наговорить голосовое сообщение. Для этого меняю иконку. Зажимаю запись. И, например, привет, как дела? Отправляю. Как это посмотреть? Перехожу. Сообщение. Вот сейчас я отправлял голосовое сообщение с часов на телефон. И здесь оно не отобразилось. В первом C-трекере бывает такой глюк. Как раз вот в этом случае вы можете зайти в C-трекер второй. Там эта проблема будет решена. Далее. Здесь есть удаленная камера. Эта функция будет только если в часах есть, соответственно, камера. В модели HW11 она есть. Значит, как это работает? Заходим. Нажимаем фотографию. И сейчас часы сделают удаленный снимок. Опять же, на их экране ничего не происходит. Ребенок ничего не узнает. Вот пришло уведомление. Сейчас появится и сама фотография. Вот фотография. Ее можно вращать. Удаляется следующим образом. Зажимаете. Удалить. Далее. Отчеты. Здесь вы можете видеть маршрут передвижения ребенка. Устанавливаете дату, время, в которое хотите получить отчет. Вот по этой функции. Геозоны. Так называемый геозабор. Если ваш ребенок, например, гуляет во дворе, вы хотите, чтобы он не выходил за радиус 1000 метров. Вы нажимаете плюсик. Ставите точку. Вот наш ребенок. Выбираете. 1000 метров. Называете зона. Пусть будет зона. Готово. Окей. Сохранили. Если ребенок выйдет за вот этот радиус, вы получите об этом уведомление. Далее. Функция здоровья. Это шагомер. В этих часах будет работать некорректно, так как это не профессиональный трекер. Поэтому, в принципе, я эту функцию рассматривать не буду. Будильник. В часах можно устанавливать до трех будильников. Давайте вот я поставлю на 11.58. Нет, уже не успел. Давайте на 11.59. Как раз он немножко позже зазвонит. И сохраняем. Как только я установил будильник, здесь на часах появилась иконка будильника. Здесь у нас вот сообщения программные, о которых я ранее говорил. Найти часы. Если вы потеряли часы в комнате, либо где-то на улице, нажимаете на найти часы. И они начнут сигналить. И сейчас у нас должен сработать и сам будильник. 15 секунд. Вот сработал будильник. Я его случайно сразу отбил. Ну, вы могли видеть, что сигнал от него был. На этом, в принципе, все основные функции я разобрал. Если что-то я не упомянул в этом видео, пожалуйста, пишите в комментариях. Возможно, сделаем для вас отдельное видео. Надеюсь, это видео было полезным. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok